Что грядущую осень принесет аграриям и какие цены в этом году сложатся на урожай. Сегодня эти вопросы обсуждали в Цивильском районе. Именно здесь состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Но за несколько часов до совещания руководители хозяйств и главы муниципалитетов выехали в поля, чтобы оценить элитные семена и возможности новой техники. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Какие всходы могут дать элитные семена в условиях местного климата, возможно оценить на этих полях. Опытные участки вблизи Цивильска руководителям хозяйств и главам районных администраций демонстрируют в качестве премьера. Именно здесь испытывают продуктивные культуры. Количество сельхозпредприятий, которые делают ставку на элиту, в республике увеличивается. Но аграриям сейчас предлагают и новые сорта. Вот таким на опытных полях уродился ранний картофель. В этом году он пользуется спросом. Делать прогнозы пока рано, но вот такие трещины на полях уже говорят о многом. Сельхозкультуры летом получили недостаточное количество влаги. Первая партия на молочного зерна пока не оправдывает ожидания аграриев. Но никто не опускает руки. Правительстве заявляют о поддержке. Наша задача убрать все то, что на полях. Посчитать потом. Меры морального, материального стимулирования сегодня для механизаторов, для комбайнеров, для простых рядовых тружеников. Они выработаны. А на этом поле уже готовятся к севуазимых культур. Специально для представительной делегации здесь устраивают испытания почвообрабатывающим агрегатом. Эту технику в хозяйстве закупили недавно. В отличие от обычного дискатора, чешские аппараты рыхлят почву вглубь на 20 сантиметров. И на такую технику аграриям советуют сделать ставку. Но сейчас на повестке дня есть и множество проблемных вопросов. В некоторых муниципалитетах снижается количество крупного рогатого скота. Хотя производство мяса в республике растет. Правда в магазинах федеральных сетей его по-прежнему мало. Для того, чтобы на прилавках гипермаркетов появился чувашский продукт, его приходится везти в другой регион. И только потом он вернется в магазины. Причем есть в республике торговые точки, где местную продукцию и вовсе приобрести невозможно. Мы говорили, что надо сельхозтоваропроизводителям объединить свои усилия. И через общественные организации лоббировать и продавливать свои интересы. Включая федеральные сетевые магазины. На заседании обсудили и закупочные цены на зерно. Они уже согласованы. При подсчете специалисты всегда учитывают себестоимость одной тонны урожая. В этом году она превышает 6200 рублей. С учетом 8-10% рентабельности предлагаются цены на мягкую продавательскую пшеницу 3 класса 6750 рублей. Это на 3% выше курнию 2013 года. На пшеницу 4 класса 6450 рублей. Это на 2,4% выше. И на рожь продовольственную 5100 рублей. Но Михаил Игнатьев подчеркнул, что далеко не везде себестоимость урожая настолько высока. Сейчас в выигрыше остаются хозяйства, которые внедряют инновационные технологии и задумываются о культуре производства. Она, кстати, складывается из таких мелочей, как благоустройство прилегающей территории. К примеру, эти цветочные клумбы украшают двор предприятия по разведению свиней. Митрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.